Начали замерзать от того и стали писать в соцсети на отсутствие тепла в домах. Еще в августе на проезде Огородный начали подготовку к отопительному сезону, однако завершить срок не успели. Тепло запустили лишь в начале октября, чему несказанно обрадовали жильцы. Но вместе с комфортом внутри помещений появился дискомфорт снаружи. Ну, слабенько, но есть. Слабенько. Тепло есть, хоть и слабенько, а вот участок, где проводили ремонт теплосетей, так и остался полосой препятствий для местных. А так обычно, если иду я, я иду до Еврофасада в бахилах, там переодеваясь, вернее, снимая бахилы, иду дальше. Как правило, проходили там, где трубы лежат сейчас, ну, а потом там вообще не пройти будет. Вот еще машины, ну, а если, допустим, сейчас дальше, больше она грязь, это будет скорая элементарно проехать. К нам сюда скоро откажутся машины приезжать. Примечательно, что как только мы сняли раскуроченную коммунальщиками дорогу, с пожеланиями прокомментировать сроки ее ремонта, тут же отозвались городские чиновники. Они заверили на, что совсем скоро местные жители не будут испытывать никаких неудобств. Там работы заканчиваются, ближайшие дни закончатся, все там благоустроят на место. В мэрии также подчеркнули, после ремонта дороги батареи станут теплее. Хочется надеяться, что реакция ответственных лиц будет впредь такой же быстрой. Мария Микшута, Николай Шелко. День с толком.